Зачем три дня бежать в Адре практически без движения? И как это связано с полетами в космос? Расскажет нам сегодня об этом Дарья Жидова, выпускница в ТГУ, инженер-распытатель летно-испытательного отдела Ракетно-космической корпорации «Энергия». Сейчас он находится в Подмосковье, но благодаря современной технологии у нас есть возможность пообщаться с ней. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. В ноябре вы стали одной из первых женщин, которая участвовала в эксперименте сухой, женской и мерзией, правильно? Верно. Вы можете рассказать, что это за эксперимент, и как раз таки в нем вы пробежали три дня в Адре. Что это за эксперимент? Ну, вообще, эксперимент сухая и мерзия – это эксперимент по имитации невесомости и по изучению влияния негативных факторов этой самой невесомости, микрогравитации на организм человека. И вот в ноябре месяце, я была шестой уже испытательницей, такой завершающей в первом этапе, был первый эксперимент с участием женщин-добровольцев, потому что до этого не были решены такие элементарные вопросы с физиологической разницей между женщинами и мужчинами. Мужчинам немножко проще использовать обычные средства, как используются для тяжелобольных, например, лежачих в больницах. Женщинам сложнее. Тем более невозможно использовать ту же утку, так скажем, поскольку у нас вода, на воде находится водонепроницаемая пленка, и, соответственно, мы не сможем ее подложить по себе, она все время будет всплывать. А мужчинам с этим в этом плане немножко попроще физиологически. Стоял вопрос создать аппарат, устройство, которое бы решило эту элементарную проблему, как сходить в туалет с девочками. И решили, придумали устройство, похожее, как работает сейчас этот аппарат в большом размере на МКС, как используют космонавты, метод всасывания, так скажем. Это всего лишь короткий был эксперимент, всего лишь три дня. Мальчики лежали максимум 21 день. Мы стартовали с трех дней посмотреть, будет ли, а, работать это устройство, Б, все-таки первый эксперимент, и посмотреть, как же изменяется женский организм, как что в нем предустраивается, как перераспределяется, вот хотя бы три дня. Что вообще человек чувствует, когда погружается в такую ванну? Какие ощущения? Как только платформа, движущаяся вверх-вниз, отстыковывается от твоего организма, и ты понимаешь, что твое тело находится в невысомости, и каждая, если клеточка находится в невысомости, если мышца расслабляется, это такой прекрасный за каждый момент, когда у тебя не действует гравитация на твое тело, и все-все-все у тебя расслабляется. И поскольку каждый день нас доставали на 15 минут сделать гигиенические процедуры, помыться и обратно в ванну, вот эти моменты отстыковки от тела, это были такие прекрасные моменты, когда ты понимаешь, что все, гравитация на тебя не действует, ты можешь расслабиться. Ты правильно понимаю, когда встаешь, ты действительно чувствуешь, как у тебя... Да, особенно после момента, ну, когда даже первый раз пробный, лежала минут 15 всего лишь в первый раз в ванне, 15 минут полежала, и мне достаю, и я понимаю, что тяжело все-таки находиться на земле, нести вот эту гравитацию. Я видела в социальных сетях, чтобы постепенно выкладывали фотографии в течение эксперимента, то есть вам можно было пользоваться там телефоном, вообще три дня, что делать вот лежа, три дня можно было? В отличие от Experiment Experience, здесь можно было пользоваться телефоном, можно было пользоваться ноутбуком, звонить, разговорить в стрим, потому что не было воспроизведения изоляции, не было воспроизведения реального космического полета. Я там по минимуму пользовалась телефоном, ноутбуком вообще практически не пользовалась, если это не эксперимент, и то тогда у меня поднимали спину. Поэтому общалась с дежурной бригадой, три человека, которые были всегда со мной. Вызывала их постоянно, у нас была кнопка экстренного вызова, опять же, чтобы не кричать в соседнюю комнату, а вот вызвать того или иного сотрудника. Вот она всегда почти загоралась у них, что мне нужно с ними поговорить, мне нужно что-то им рассказать, потому что делать, собственно, нечего было. Это уже время вашего бодрствования. А как обычно скидываются в невозможности и видели вы какие-то сны возможности? Сны, да, снились, то есть ничего такого специфичного, только что ты не чувствуешь кровати, не чувствуешь опоры под спиной. Вот это было необычно. Вот эксперимент закончился, я уверена, что исследователи подвели какие-то итоги. Вот какие результаты, какие, может быть, результаты у вас, к чему они пришли? Таких прям результатов они, конечно, не разглашают, количественными либо качественными, но даже в процессе самого эксперимента уже говорили, что с девочками, с женщинами удобнее работать, потому что мы открытие для них, и что-то беспокоит, мы говорим сразу, мальчики же что-то потерпят, что-то не доскажут, потому что, ну что он будет там, по каждой недомоганию что-то говорить, нет, он перетерпит. Даже это, если недомогание, там, час длится, чтобы некомфортно, лег, вот. Также, что у мальчиков наблюдалось, например, первый острый период адаптации боли в позвоночнике и в шейном домашнем отделе. Ни одна девочка на это не жалует. Смотря на то, что здесь-то мы все одинаковые, в плане настроения позвоночника, но у нас не болело, скажем. Я чувствовала, что у меня, оказывается, есть позвоночник, но это не вызвало болью. Хотя вот мальчики страдали, что тяжело первые там. И бессонная ночь у них была из-за того, что не могли уснуть, поскольку все болит. Как вы себя сейчас чувствуете? Боли у вас, какой-то период реабилитации, возможно? Период реабилитации был, наверное, первые два дня, поскольку все же все тело расслабилось. Сердце перестало так часто, например, качать кровь, а когда обратно возвращается в вертикальное положение, ему нужно гнать снизу вверх. И поэтому первые два дня я чувствовала, что оно хорошо работает, гонит кровь снизу вверх. Поэтому аккуратнее нужно было относиться к своему организму, не бегать, физические упражнения по минимуму выполнять. Начинает голова кружиться и так далее. Как вообще можно поучаствовать в таком эксперименте, если, например, кто-то захочет, что ему нужно будет делать? Ему нужно будет написать заявку в Институт медико-биологических проблем. Элементарно, что рассказать о себе, для чего это, какие-то основные данные, что закончил, чем занимаешься сейчас. Потом они высылают перечень первомедицинского предотбора. Если там все хорошо, нет каких-то патологий, хронических заболеваний, которые мешают проведению эксперимента, то они уже приглашают на встречи, психологи, уже детальный предотбор. И если, опять же, они ничего не находятся, а практически здоровый человек, то, пожалуйста, участвуйте. Дарья, расскажите еще, для чего вы вообще участвуете в этих экспериментах, какие у вас планы на будущее? Первый мой эксперимент «Сириус». Я хотела понять, узнать, смогу ли я пройти 4 месяца, 120 суток в замкнутом пространстве с ограниченным количеством людьми, которых я не знала до этого. Не только они в России, но там еще 2 американца, разные культуры, разные люди, гендерно смешанный состав. То есть, смогу ли я пройти от и до, сохранив и само себя, и хорошее взаимоотношение с коллективом, выполнить всю программу, которую ставят постановщики. Либо где-то на какой-то момент мне скажут, ну, все, я устала, мне это вообще не нужно, и я типа сойду с дистанции. Это было первое, зачем. Все прошло хорошо, мы как вышли одним экипажем, это как зашли одним экипажем, так и вышли одним экипажем. Второй уже эксперимент, он более детальный. Смогу ли я вынести, потому что мой коллега участвовал в 21-суточной иммерзии. Он рассказал, как это, что тяжело было первые сутки, двое даже, что адаптируется организм, и, как я уже говорила, болят шея и позвоночник. Опять же, смогу ли я, если я запланировала полететь в космос рано или поздно, то есть как это отнесется к мой организм, хотя бы здесь, в имитации этой невесомости. Но даже оказавшись в такой невесомости на МКС, смогу преодолеть эти боли, смогу преодолеть этот дискомфорт и пойти работать дальше. Также там еще есть в планах участие в некоторых экспериментах, тоже в институте, но пока там ход девочкам закрыт, я думаю, это рано или поздно тоже приоткроет двери. И также для моей текущей работы это помогает. Я работаю с космонавтами, работаем с аппаратами, с переструктивными кораблями, которые только разрабатываются, которые только будут либо на МКСе, пристыкованные модули, либо космические корабли, которые будут летать к лунной орбите. И прочувствовать, что же нужно космонавту, чтобы он комфортно там себя чувствовал, чтобы ему удобно было работать, нужно было пройти, конечно, сфере понять, что значит изолированный пространство, что значит, когда ты не можешь просто поехать в магазин и купить что-то, что тебе нужно, а только использовать то, что у тебя есть, изначально было заложено в корабле или в станции. Это, конечно, большой скачок в моем, скажем, профессиональном личностном росте участия в этих экспериментах. То есть вы сейчас себя испытываете для того, чтобы потом поучаствовать в других экспериментах и в том числе полететь в космос. Правильно я понимаю? Да. Прекрасно. Ну, будем надеяться, что ваши планы осуществятся. И следующее интервью мы уже с вами запишем, когда будете находиться там, в космосе или, возможно, уже на Луне. Спасибо, что нашли время. Дарья, интервью. До свидания. Спасибо вам. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...